Всем привет! Это очередной выпуск новостей из Дома-2. А перед началом ролика не забудьте подписаться и досмотреть новости до конца, ведь в конце видео все самое интересное. Татьяна Репина вновь продемонстрировала свою недалекость, считают телезрители. Таня не перестает поражать телезрителей своей недалекостью. И дело уже не только в том, что после пары дней знакомства Таня согласилась рожать и сразу же забеременела от Леши Безуса. К примеру, многие в шоке, с какой легкостью будущая мамочка позволяет Леше навешивать на себя кредиты. К слову, сам Алексей, который не отрицает, что не собирается жениться, охотно пользуется доверчивостью избранницы. Пару дней назад зрителям представилась очередная возможность убедиться в откровенной тупости Репиной. Не успела девушка разузнать все о брачном договоре, как потребовала его от Безуса. При этом Таня подчеркнула, что так рассчитывает обезопасить в первую очередь своего ребенка. Якобы материнский капитал она внесет на погашение ипотеки, а за это получит долю для малыша, согласно тому самому брачному договору. Репиной уже посоветовали поштудировать законодательство, хотя бы потому, что в случае использования материнского капитала брачный договор будет ей не нужен. Правда, использовать его на погашение ипотеки она сможет только в случае брака, чего не допустит уже Безус. Юлию Салибекову поддерживает в противостоянии с мужем Тиграном Алексей Адеев. Очередное появление на поляне Юлии Салибековой показало, что у нее есть мощная группа поддержки в противостоянии с мужем среди участников Дома-2. Не только Илья Рыбаков, но и Леша Адеев сочувствует Юли и осуждает ее супруга в этом публичном конфликте, разыгрываемом на глазах зрителей Дома-2. Волнуется дед Леша за то, как переживать будет Юлия Салибекова, внезапно вспыхнувшую страсть между Тиграном и Юлей Белой. Хоть и уверяла его Юля, что ревности испытывать не будет, судя по новостям с Поляной, узнав о заселении отца своих детей с Белой, мигом примчалась Периметра свое фи высказывать. И получила полную поддержку Адеева, считающего ее прекрасной матерью. Казалось бы, один отец-алименщик в лице Адеева должен понимать другого папашу, против которого настраивает жена детей, но нет. Знает Алексей Адеев, чью сторону ему выгоднее занять, чтобы в эфиры попадать, не так ли? Евгений Ромашов после скандалов с Бигриной почувствовал себя востребованным музыкантом. Женя признается, что череда скандалов и ссор с Настей привела к неожиданным результатам. Сообщает Женя, что нахлынуло на него вдохновение, он почувствовал себя востребованным музыкантом, а в открытую им студию звукозаписи хлынули новые заказы. Как только началась обещанная ранее полоса эфиров Дома-2, конфликты и обсуждения пары Евгений Ромашова и Настей Бигриной стали не только средством давления на музыканта, но и источником его вдохновения. Пробежка обнаженной Настей, возможно, не только его вдохновила, но и некоторых зрителей телестройки. При этом отмечает Ромашов, что за периметром они о многом договорились с Настей и пришли к общему решению, пока со свадьбой не торопится и сосредоточится на его музыкальной карьере. Получится ли у Жени развиваться дальше в своей профессии, находясь на проекте Дом-2, или все-таки дожмут его с предложением руки и сердца и женитьбой? Как думаете? Напишите в комментариях! Ксения Бородина недовольна отдыхом в Сочи, ее не устраивает погода. Привыкнув к отдыху на заграничных курортах, ведущая Дом-2 пожаловалась на собственное решение провести отпуск вместе с дочками в Сочи. Не устраивает теледиву погода, ведь дожди приобретают затяжной характер. Это не короткий тропический ливень, который проходит за час. Приходится проводить время или в номере, или в ресторане. Делится ведущая Дом-2. За 18 лет сидения на бревнах скандального знаменитого проекта Дом-2 Ксения Бородина пришла к выводу, что погода испортилась окончательно, а отдых в жарких странах в этот раз не получился. Пришлось довольствоваться курортом родной страны. Она и так устала от своих визитов на поляну телестройки в любую погоду, а собственное телешоу, о котором так мечтает, получить пока не удалось. Сочувствуйте Ксении Бородиной, которую погода не устраивает. Алена Опенченко надеется на свадьбу с Балыкиным на Доме-2. У Алены и Никиты все хорошо, причем уже несколько недель, несмотря на то, что зрители Дома-2 почему-то решили, что эта пара навсегда распалась. Но Опенченко надеется на свадьбу с Балыкиным, не такую, как у Ермаковой, фиктивную ради рекламы, а настоящую с платьем, фатой и женихом. Об этом Алена сказал Андрей Черкасову в недавнем дневном эфире. Никита и Алена вместе уже почти полгода. С переменным успехом Балыкину удалось решить проблему с практикой в институте, он же учится на эколога. Опенченко навестила в родной деревне свою бабушку-гадалку и узнала, что ждет ее в ближайшем будущем. А что может ждать Алена на проекте, кроме постоянных разборок и романтических свиданий за счет организаторов проекта? Недавно Настя Бигрина и Женя Ромашов скандалили и вернулись на проект отказавшись от свадьбы в ближайшее время. Ермакова и Чистов после отпуска вернутся на поляну и начнут разыгрывать примирение. Еще полгода-год проживут в разборках. Барзиков, естественно, не женится на Бухонбалты, он уже женат. Горина решила развестись с Николычиком. Ходят слухи, что Опенченко уже готовится, собралась подтягивать грудь и худеть перед примеркой белого платья. Значит, Балыкин все-таки женится на Алене. И, возможно, уже сделал ей предложение? Рада этой новости. Женя Ромашов считает, что Бухонбалты не знает, какой ей нужен мужчина. По мнению Жени, Кристина Бухонбалты никогда не станет счастливой на Доме-2. Она будет мириться с Иваном Барзиковым и расставаться, трепать нервы каждому своему партнеру. А все потому, что не уверена в себе. Ромашов считает, что Бухонбалты не знает, какой ей нужен мужчина. Однако организаторы проекта по-прежнему считают, что больше всех из проектных ухажеров Кристины подходил ей сам музыкант. Возможно, Ромашов скучает по Бухонбалты, раз хорошо о ней отзывается и следит за развитием ее новых отношений. На данный момент Бухонбалты отпустила Барзикова в Сочи на несколько дней в компании Леши Адеева. Хотя есть вероятность, что Ваня встретится у моря симпатичной ему Екатерины с колонн и не менее интересующей его Юлией Жуковой. Жукову Ваня ждал на проекте не меньше, чем Адеев. Рассчитывал на какую-то интригу, флирт, но Юля сообщила, что откладывает свой визит на реалити-шоу, если гора не идет к Магомеду. Катя Горина спалилась. В сети появилась информация о том, что Катина выезды за периметр с Яной Захаровой не ограничились одним лишь походом в клуб и караоке-бар. Оказывается, Горина изменяет Артур Николычуку. Очевидцы рассказывают, что увидели Катю в компании взрослого мужчины. Более того, участница Дома-2 ворковала и флиртовала с ним настолько, будто бы они давно знакомы друг с другом. Очевидцы также рассказывают о том, что видели вместе Захарову, Горину и этого мужчину, как они втроем садились ночью в такси. Остается только догадываться, чем Захарова и Горина занимаются по ночам не периметра и знает ли об этом не кулачок, разрешат ли это вынести в эфиры или организаторы, как обычно, замнут неудобные для них темы. Стало известно, как сложились отношения между сестрами Ольгой и Аленой Рапунцель из Дома-2. Не выдержала Алена Савкина постоянных вопросов о своих отношениях со старшей сестрой Ольгой Дмитренко и призналась, что между ними сложились не совсем нормальные взаимоотношения. Заявила Рапунцель-младшая, что последний раз об этом говорит, но старшую сестру членом семьи не считает. Ведь в ее семью входит мама Татьяна Владимировна, сыновья, старший Богдан, если верить слухам сети, младший Святослав и муж Илья Семин. Именно о них собирается и дальше рассказывать в своем блоге Алена, которая фактически является кормильцем всех остальных. И дела ей до проблем с сестрой нет, во всем виноваты хейтеры. Выходит, что примирение между сестрами так и не случилось, а ведь ссора в сети начиналась между Дмитрием Дмитренко и Ильей Семиным, о чем и упоминает Савкина. Ольга Рапунцель, признаваясь, что поддерживает отношения только с телебабушкой Татьяна Владимировна. Отношения с младшей сестрой не комментирует. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.